Я в очередной раз рад приветствовать гостей и подписчиков канала НАПРИВАЛЕ. В сегодняшний ролик я хотел бы посвятить обзору еще одного своего ружья, основного ружья, с которым я постоянно охочусь. Я думаю по внешнему виду большинство зрителей сразу же его узнают. Это вот такая двустволочка, курковочка, которую наверняка сразу же все назовут ТОС-БМ. Однако это немного другая модель, более ранняя ТОС-Б. Почему и в чем отличие я расскажу немного позже, но сейчас хотел бы обратить ваше внимание на логотип в верхнем углу экрана. Это партнер моего канала, украинский сервер охотника UA Hunter. Крупнейший в Украине портал для общения охотников, а также рыбаков. Заходите, регистрируйтесь, общайтесь. Много полезной информации по любым видам охоты. Ну, а мы продолжаем. Итак, для начала немного истории этого ружья. О том, как оно создавалось, почему. Значит, так сказать, корни его уходят еще в начало 20 века. Дело в том, что на тогда еще императорском тульском оружейном заводе до 1902 года производство охотничьего оружия существовало в таких полукусарных условиях. Не было в достаточном количестве хорошего оборудования. Однако специалисты и желания были. Поэтому начальника мастерских капитана Зыбина отправили в командировку по Европе. И после возвращения из командировки он сделал начальственный доклад. Итогом этого доклада и командировки капитана Зыбина стало то, что на императорском тульском оружейном заводе наладили выпуск современного на все времена охотничьего оружия. В 1902 году СОСБ еще не было в массовом производстве. просто вышла экспериментальная партия, которая произвела очень хорошее впечатление и на приемные комиссии, и отзывы охотников были восторжены. Технические характеристики ружья остались практически неизменными с самого первого своего выпуска и до его окончания. Значит так, поехали. Это двустволочка, видите, с наружным расположением курков. Курки с отбоем, то есть в невзведенном состоянии, а также сразу после выстрела они становятся на предохранительный взвод и сам курок не достает до бойка. И даже если на него специально поджимать его, имеется небольшой какой-то ход, но до боечка он все равно не достает. Других приспособлений предохранительных здесь нет. Сверловка стволов, если я уже сказал, чок-цилиндр, длина ствола 690-750 мм, в данном конкретном моем ружье это 750 мм, хромировки канала ствола и патронника нет, специальное приспособление, специальная планка и мушка желтого металла, которая хорошо, в принципе, видна в сумерках предрассветных или уже на вечерних горьках. Ложа изготавливалась из бука и ореха, причем для ружей в сущном исполнении шел только орехи, только высокого качества. Но это, в принципе, понятно и так. Что касается конструкции ложи, то она выпускалась всегда в трех вариантах. Это классическая английская, прямая, это пистолетная и полупистолетная. Вот у меня, видите, такая пистолетная ложа. Вся казенная часть украшена такой достаточно интересной резьбой, какой-то гравировочкой. Система запирания тройная. Два подствольных клюка и один болт Гринера. Подподствольные клюки будут видны при сборке и разборке оружия, которая осуществляется, кстати, очень легко и быстро. Цевьё имеет сквычажную защёлку. Мы её отжали, цевьё отсоединили. Далее открываем ружьё, переломываем стволы. Всё. Оно разобрано. Осталось только присоединить цевьё к стволам для транспортировки. Так, значит, с нижней стороны в районе патронников имеется целая куча различных клеев. В частности, клейма есть, который обозначает сверловку канала ствола, длину патронника, под бум, то есть под какую дильзу, под бумажную, например, и 700 атмосфер испытания, значит, буквочка N в нитропорах, само собой год выпуска, ну и разные штампы приёмщиков, так сказать, в отделе качества или как там. Вот. Собирается ружьё точно так же просто и быстро. Нужно отодвинуть рычаг, ставить стволы, присоединить цевьё. Всё. Вся операция не требует затрат каких-то больших по времени, не требует никаких усилий. Что касается патронников, не помню, говорил я уже или нет, что они 70-миллиметровые, клеймо осветит о том, что они изготавливались под бумажную гильзу, но с таким расчётом, чтобы можно было стрелять также и латункой. То есть, оружейники того времени уже предусмотрели, что рано или поздно латунная гильза войдёт в массовое обращение и практика показывает, что отлично это ружьё принимает патроны современные в пластиковой гильзе. Поэтому, как бы, всеядное можно так сказать. Теперь, выпускалось это ружьё в нескольких калибрах. Это самый распространённый, 16-й и 20-й, в гораздо меньших объёмах выпускался 12-й калибр, и совсем уже в небольших количествах, только по специальному заказу и в штучном производстве выпускались ружья редкого калибра сейчас, но тогда достаточно распространённого, это 24-го калибра. Как я уже говорил, штучные ружья все шли с ореховой ложей, высшего качества, ну и там с резьбой и всё такое. Значит, отзывы среди охотников были положительные, только положительные в этом ружье, и наличие мелких калибров, 20-го и 24-го, наверное, вряд ли, потому что всё-таки по спецзаказу, наверное, больше 20-го. Значит, наличие вот этого 20-го калибра позволило использовать это ружье не только на любительских охотах, но и среди, но и на промысловых. То есть, получило оно распространение и среди промысловиков. До революции было выпущено огромное количество единиц этого оружия, и после революции, по понятным причинам, разруха в стране, там, гражданская война и так далее, производство было временно приостановлено. Однако, в 20-х годах, по-моему, в 22-м году вновь запустили завод, поставили новые станки, и начали производить оружие 16-го калибра. Дело в том, что на складах стволов именно 16-го было очень много, поэтому с этого калибра и начали. И, в принципе, это, очевидно, и стало одной из причин того, что именно до наших времён большинство оружий дошли именно в 16-м калибре. Что касается ударно-спускового механизма, я уже немного его затронул, то есть, там, о курках рассказал. Есть V-образная пружина боевая, и это, пожалуй, единственный недостаток, ну, может быть, не единственный, но самый главный недостаток этого ружья. Многие охотники нарекают на то, что V-образная пружина недостаточно прочная и со временем проседает. Ну, у меня, слава богу, это ружьё прослужило уже очень долго, и никаких нареканий на работу ударно-спускового механизма у меня не было. Как я уже сказал, 1922 года вновь открыли производство сначала 16-го калибра, а год спустя поставили необходимое оборудование и стали производить ещё также и 20-й калибр и 12-й калибр. Продолжилось это производство где-то до середины 30-х годов. Потом прекратили, потом была Вторая мировая война. Однако уже в 45-м году, после окончания Второй мировой войны, Тульский оружейный завод снова начал выпускать вот этот ТОС-Б и благополучно провыпускал его аж до 1957 года. В 1957 году на смену ТОС-Б пришёл ТОС-БМ. Главное отличие здесь были, во-первых, в сверловке стволов. Уже начали делать чок-получок. У меня, напомню, чок-цилиндр. То есть правый ствол цилиндр, левый ствол чок. В ТОС-БМ уже пошло левый ствол так и остался чоком, правый стал получоком. И цельная спайка стволов без запрессовок в муфли. Это основные отличия. Хромировку так и не добавили. Ещё, кстати, об отличиях вот хотелось бы сказать, что в ружьях царского производства ударно-спусковой механизм имел множество мелких деталей и его работа была настолько хорошо отлажена, что приравнивалось к работе хороших механических часов. После революции ударно-спусковой механизм упростили. Не знаю, может быть, не осталось мастеров, может быть, не хватало оборудования какого-то, но его упростили. Однако, нигде в худшую сторону на работе ружья это не отразилось. И упрощенный вариант ударно-спускового замка он дожил до наших дней, то есть до 50-х годов. Он так и производился тем же ударно-спусковым механизмом. Ну и ещё хотелось бы сказать, я думаю, у любознательных зрителей возник вопрос, что если есть модель ТОС-Б, значит должна быть ТОС-А. Действительно, была такая модель ТОС-А. Значит, буква А здесь происходит от фамилии инженера Уильяма Энсона, который впервые тогда применил и запатентовал ружейные замки с внутренним расположением курковки. То есть без курковки. А, это была без курковки. Выпускалась она преимущественно в 12-м калибре, но также был и 16-й. Выпустилась их относительно немного. После революции она уже не выпускалась. Выпускалась она примерно, если массовое производство ТОС-Б началось в 903-м году, то в 904-м примерно или даже в начале 905-го выпустили какую-то партию этих ружей ТОС-А. И до наших дней сохранились некоторые экземпляры, однако они находятся либо в частных коллекциях, либо в музеех. На охоте они вряд ли где-то применялись. Ну, может быть, применяются, конечно, но вряд ли вы так вот просто в полях встретите. Значит, в разрешительных документах сегодня часто пишут, это ружье вписывают под маркировкой ТОС-БМ, независимо от года выпуска. Что касается моего ружья, оно было выпущено в 1956 году, уже на закате производства этой модели. И ему на смену уже очень скоро пришел ТОС-БМ, значит, как я уже говорил. И ТОС-БМ еще некоторое время выпускался такими же стволами, то есть со сверловкой чок-цилиндр, потому что на складах осталось большое количество именно этих стволов, такой компоновки, и их нужно было куда-то девать. Поэтому вот их еще какое-то время выпускали. То есть уже шло по документам ТОС-БМ, но стволы были все те же. Там уже надо смотреть на год выпуска. Но, как я уже сказал, большой разницы все-таки нет. Что касается стрельбы, еще могу сказать в завершение, то ружьишка эта очень прикладистая, ложе сделана по среднестатистическим параметрам. Мне оно подходит, оно хорошо им стрелять и на вскидку, и хорошо им даже выцеливать. Об этом я говорил и еще скажу о моих дальнейших роликах, когда буду проводить отстрелы. Значит, дробью стреляет замечательно. Пулями нужно пулю, конечно, подбирать под цилиндр и под чок отдельно. Но это уже тема отдельного разговора. А я с Вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, дизлайки, писать комментарии. Ну и не забудьте заглянуть на украинский сервер охотников. Ссылка в описании. Всем всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok